Городостроительный план огромного жилого массива в Суко размахом на весь стол докладывает исполняющий обязанности главного архитектора города. Проект был у нас изготовлен в 2013 году, 28 марта 2013 года был изготовлен проект планировки этой всей территории. Я хотел за это соответствовать проекту. Да, соответствует, да. И у нас получается, застройка данной территории предполагает 8 очередей строительства. А именно, в первую очередь строительство, мы предназумеваем строительство детского дошкольного учреждения, этажность 2-3, это сейчас с проектировщиками ведется беседа, они думают, что 2 будет, это же или 3, и вместимость будет на 100 мест. Глава города тщательно изучает все этапы городостроительного плана, интересуется, известно ли, что происходит сейчас на будущей строительной площадке. Меня интересуют деревья, вот так, по большому счету, честно скажу. Зеленые насаждения, которые беспощадно вырубаются, и если они там есть, либо были, то вот эти собственники должны посадить парк в пятикратном размере от уничтоженного на указанной нами территории. Учитывая, что проект масштабный, он должен быть еще и безопасным, поэтому звучит самый главный вопрос. Это зона затопления, Сергей Павлович. Так, и что же мы рассматриваем? И сейчас я хочу еще сказать, поэтому, знаете, если прежде всего, нужно, чтобы они представили проект по защите территории от затопления, чтобы не получилась ситуация, как получилась ситуация с резиденцией Утриш. Уже застройка шла по ходу. А потом начали стенки строить. Еще на начальной стадии разработки проекта институт Гипроводхоз дал инвестору обоснование о том, в какой зоне он собирается строить. И участок-то предоставлялся в надежде, что на этой земле будут созданы безопасные условия для будущей застройки. Мы договорились о том, что они возьмут информацию эту и выполнят мероприятие, потому что инвесторы, только мы с целью привлечения инвесторов для этих мероприятий их и пригласили. И для того, чтобы они могли в дальнейшем осваивать эти территории. Они, значит, ограничились, по-моему, в свое время только строительством там, каких-то, вот там внизу, у своей территории. Дальше эта тема, почему-то... Ну да, прилетит-то оно сверху. Да, оно прилетит-то сверху. Вот это и было оговорено у них. Поэтому эта тема раньше до них была доведена, они ограничились вот этим понятием. Сегодня мы в Градплане пишем, что территория подтопляемая, нужно принять мероприятие. Но эти мероприятия, они давно были озвучены, какие надо принимать. Их нужно было бы и разработать, и, может быть, иных инвесторов. Глава города на заседании рабочей группы подчеркнул, что красивый и мощный проект нуждается в серьезной доработке. Нашим краям не надо далеко ходить за примерами, когда природа вносила жестокие коррективы в территории, где пренебрегали безопасность. Цена этому – жизни людей.